Михаил Михайлович Пришвин, такой и русский, и советский писатель среднего такого уровня, как бы так в скандалах не мелькал, как Пастернак и уж тем более не Маяковский, но вот был такой, много прожил и много написал. Он себя сравнивал с Розановым, который, кстати, у него учитель был в гимназии Пришвина Розанов. Он говорил, Розанов послесловие русской литературы, а я бесплатное приложение и всё. То есть Пришвин считал, что вот была традиция русская, которая завершилась на Розанове, а Пришвин уже как бы такой добавок к Розанову. Ну это всё бред, честно говоря, я не люблю ни Розанова, ни Пришвина, и как раз, в общем-то, по одной причине, бесхребетники они, но тем не менее Пришвина, надо о нём поговорить, вклад в культуру внёс, пропустить его нельзя. 1873 года тоже аж с глубокого 19 века человека и дожил, между прочим, до смерти Сталина, даже до Хрущёвского управления. Дед был купец первой гильдии Елец, это вот центральная Россия как раз такая, ну южная, там уже южный диалек тоже там есть. Отец проигрался в карты, заложил имение, мать потом выкручивалась и умер потом. Значит, было 7 лет Пришвину, когда его отец проигрался в карты и умер разбитый параличом. Тем не менее, мать чё-то там выкрутилась, она староверка была, со всеми этими, с пятью детьми на руках, со всеми имениями и со всем прочим. Продвинула его в Елецкую классическую гимназию Пришвина. За 6 лет учёбы дошёл он до 4 класса. Вступил там в конфликт с учителем географии, а именно вот этим самым философом Розеном. А Розеню у меня клип есть уже. Отчислили его из гимназии с волчьим пилетом, а братья его успешно учились. Ну, кончил он реальное училище, можно было там второй вариант образования. Потом ещё поехал в Елабагу и сдал экстерном экзамены за полный курс классической гимназии. То есть Пришвин всё равно Розеном обошёл, экстерном сдал за гимназию. В Тюмень поехал в Сибирь, там реальное училище кончил. Дальше он поступил на химико-агрономическое отделение Рижского политехникума. То есть аж в Риге он учился. Денег ему не хватало, учился на агронома. В 1896 год поехал на Кавказ бороться с вредителем виноградников филоксерой. И там все, кто боролись с этой филоксерой, больше любили бороться с царизмом. И там Пришвина посвятили, так сказать, марксизм и прочие всякие направления социализма. Пришвин как раз сочувствовал больше марксистам. Они тогда чётко не делились на большевиков и меньшевиков. Социал-демократ, он был Пришвин такой неопределённый. Будучи студентом, он перевёл книгу Бебеля «Женщина и социализм». И за всё за это его арестовали. Так как марксизм был просто запрещён, вот как сейчас радикальный ислам. Или не знаю, что ещё у нас запрещён, а всё запрещён. Вот марксизм был полностью запрещён даже читать. И даже тем более переводить. Вот за это его арестовали. Посадили в тюрьму там в Прибалтике, где он учился. Сидел полгода в одиночной камере метавской тюрьмы. Приговорили к году тюремного заключения с высылкой на родину. Он пытался всё-таки в Риге прошение подать, чтобы он кончил. Так и не кончил. Соответственно, мать его более-менее состоятельная. Отправила его в Германию, где марксизм был разрешён. И там даже были крупные социал-демократические партии. И не одна. И даже депутатов там был полный рейхстаг от марксистов. Ну вот, в Германии, в общем, он кончил. Даже хорошо кончил Йенский университет. В Германии прочёл все современные германские философские книги. Получил диплом там агронома. Влюбился в девушку, которая его не оценила. И говорю, что вот с тех пор он начал ещё и книги писать после несчастной любви. Но вернулся он с дипломом агронома с немецким. Работал агрономом по специальности. С 904 года в Тимирязевке работал он в лаборатории. С 905 года агрономом на опытной сельскохозяйственной станции Заполье. Писал журнал агрономический. Написал несколько книг. Допустим, брошюру «Как удобрять поля и луга». Или у него была брошюра о разведении раков. Потом у него большая книга была, 300 страниц. «Картофель в огородной и полевой культуре». Параллельно продолжил он заниматься политикой. С 905 года он работал корреспондентом в либеральных газетах, «Русские ведомости», «Речи», «Утро России» и так далее. Конечно, он при царизме был оппозиционным для навсегда, как и 90% русской интеллигенции. Тем более в Германии, подучившись, он точно там оппозиционером вернулся. Ну вот, 906 год, первые рассказы публикуются. С 907-го корреспондент газеты «Русские ведомости». Это все либералы и оппозиция. Постепенно он бросил вообще агронома, так как ему за корреспонденции лучше платили, и Пришвин подался в тревел-жанр. Он вообще был известный путешественник при царизме. 1906 год провел в Оландинской губернии несколько месяцев, собрал там 38 народных сказок, или сам сочинил. В общем, издал, а было популярно. 1907 год. Он совершил путешествие по северу, Архангельск, Соловецкие острова, Кандалакша, Мурманск, Норвегия и так далее. Ну, там, значит, он написал тревел-очерки, путевые очерки за волшебным колобком. Записал там множество сказок. Но, честно говоря, непонятно, что он там сам записывал, а что придумал, не проверишь. Вот как такой вот, как бы, и писатель, как бы, и скорее даже какой-то корреспондент, да, такой писатель о путешествиях. Он стал уже известен, познакомился с Горьким, с Толстым. 1908 год написал книгу «Устенград невидимого». Входил в религиозно-философские общества декадентов, тоже с ними, тоже был знаком. Максим Горький в целом его поддерживал, тем более Пришвин тоже марксист и социалист вообще-то был. Горький поддерживал левых, Пришвин левый был. Исторически он сидел. У левых вообще считалось круто. Сидел даже, да. Год сидел, все. Горький его поддерживал. Горький сам сидел. Ну и, соответственно, первое собрание сочинений Пришвина уже Горький издал в 2014 году. В Первую мировую Пришвин был военным корреспондентом. Был на фронте, в тылу и так далее, в газетах печатался. Когда пошел 1917 год, Пришвин был членом редакции газеты «Воля народов», то есть состоял фактически в партии эсеров. «Воля народа» – эсеровская газета. После прихода к власти большевиков Пришвин боролся с ними, публиковал антибольшевистские статьи. Например, 31 декабря 1917 года в газете «Воля народа» очерк Пришвина о Ленине, который называется «Убивец». И там Пришвин доказывает, что большевизм не нужен никакому социальному классу России, что у них у всех другие интересы. Во-вторых, они осуществили верхушный переворот в столице, захватив просто столицу, проиграли выборы в учредительное собрание. И все это доказывает, что они просто переворотчики и, по сути, контрреволюционеры. Пришвин, как и прочие эсеры, говорят, что большевики – это возрождение царизма. Это популярная тема у эсеров, у той же Зины Гиппиус, в ноябре 1917 года у анархистов тоже многих того времени. То есть, о чем говорили эсеры и анархисты, то есть другие социалисты в конце 1917 года, что октябрьский переворот носит реакционный характер. Это на самом деле не революция, а контрреволюция. Поскольку я эту точку зрения разделяю, у меня клип, кстати, и так называют, что октябрьская контрреволюция. Но так как вот хотя бы какая-то демократия после свержения царизма появилась, а большевики ее уничтожили самым похабным образом. В том числе это относится и к социалистическим партиям, к левым партиям, которые выступали за левую демократию, то есть за демократию и социальную справедливость, к эсерам в том числе. Ну вот Пришвин в это время эсеровской пропагандой занимался, в общем-то исторически подтвердившись. Ругался он с Блоком. Блок считал, что нужно примириться с большевиками, а Пришвин нет. Ну в общем его советская власть тоже арестовывала, поэтому он в апреле 1918 года бежал из Петрограда, пока не посадили. Уже было очевидно, что скоро всех сажать будут и никакой оппозиции большевики не потерпят. Уехал он в свое небольшое имение под Ельцом, просто, короче, отошел вообще от политики и в Гражданскую войну. У него потом имение реквизировали, он пытался там просто землю пахать, реквизировали, так он работал библиотекарем, учителем географии и так далее. Ждал, короче, кто победит. Все, потом все-таки победили большевики, и Пришвин решил с ними примириться. В 1922 году написал автобиографическую повесть «Мирская чаша», однако ее сразу же большевики отказались публиковать. Пришвин послал эту повесть Троцкому, так как полагаю, что Троцкий там более-менее демократический, но Троцкий отказался тоже печатать. Троцкий сказал «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционная». Так что только вот через 60 лет эту повесть Пришвина опубликовали, вполне такую антисоветскую. Но тогда Пришвин решил вообще, короче, понял так, что с большевиками вообще лучше куда-нибудь уйти, там про деток лучше писать, там про зайчиков, про белочек. Вот тогда, в общем, выживешь. Ну и вот перешел он на детей. 1925 год, пишет сборник рассказов для детей, значит, постоянный автор журнала Мурзилка стал Пришвин. Все. Ну, в своих дневниках он писал, что вот это все, это зло, все эти депрессии большевистские, скорее всего, это результат мировой войны. И, в общем, надо все равно работать, чтобы из этого что-то хорошее получилось. Вот так он примерно оправдывался, что он с большевиками стал сотрудничать. Дескать, но больше других вариантов нет. Понятно, что говно сплошное было. Ну, так говно еще при царизме началось. Примерно такая логика пришина. Война была, люди все озверели, потом поэтому репрессии, весь этот большевизм. Ну, надо как-то все равно улучшать, так сказать, способствовать гуманизации этого режима. И вот поэтому надо с ними сотрудничать. Ну, в общем, не уехал. И поэтому он остался с большевиками, а больше никого, собственно, нет. Работал на большевиков. Опять пошли охотничьи рассказы, опять календарь природы, опять путешествия по средней полосе России и так далее. Надо сказать, что за безыдеянность Пришвина ругал раб. Там было, значит, объединение коммунистов, писателей в конце 20-х. Они всех надрючивали, почему вы против советской власти. Ну, то есть, используя своими партбилетами, они просто всем хамили, даже Маяковскому, который вообще искренне за эту революцию был, даже его раповцы все время считали каким-то попутчиком и так далее. Тем более Пришвина, который писал про детей, там, про белочек и так далее. Ну, то спрашивали, а почему вот про белочек пишешь, а когда про белогвардейцев. Ну, вот, значит, тем не менее, раб распустили, пошел единый соцреализм. И Пришвина, кстати, ничего на первом съезде Союза писателей избрали члена правления. То есть, Пришвина в 1934 году признали как соцреалиста, и все, дальше проблем не было. Посещал он Беломоро-Балтийский канал и написал, кстати, роман-сказку о Сударево-дорогах, который тоже только при Хрущеве опубликовали. То есть, все равно у него, короче, когда он пытался что-то на современную тему писать, при Сталине не публиковали. Ну, всякие его эти рассказы о природе, в принципе, прокатывали. Кто-то должен был про это писать, но вот Пришвин с Паустовским писали. Соответствующая аудитория у них была, в том числе детская. В 1935 году опять путешествие на русский север, там все на лодках, по рекам Вологде, там все, любил по северу путешествовать. Написал по этому поводу книгу очерков Берендеева, Чаша, Повесть, сказка, Корабельная чаша и так далее. В войну эвакуировался, в Ярославской области жил в 1943 году, вернулся в Москву, выпустил в 1943 году книгу Лесная копель. Но, тем не менее, в 1940-е годы он много чего писал и по большей части не опубликовали. В частности, роман о Сударево дорога все время перерабатывали, так и не выпускали и в первоначальной редакции выпустили посмертно. Корабельная чаша, повесть, тоже считается, что с его крупнейшим произведением не опубликована была и так далее. В 1945 году написал сказку «Кладовое солнце». Был болен раком желудка в последние годы жизни и скончался 16 января 1954 года, уже такой совсем старый, но, надо сказать, Сталина все-таки пережил и начало реформы, начало вот теперь Причвин таки увидел. Возможно, это то, на что он постоянно надеялся, судя по его дневникам, надеялся, что когда-то хоть будет более гуманный какой-то большевизм, но вот что-то такое более гуманное при Хрущеве началось и в какой-то степени последний год жизни, надо сказать, что Причвин это увидел, на что он надеялся. Но творчество. Основная тема природа и, собственно, близкий ему по-устовски назвал его певцом русской природы. Но тема довольно мелкая и, по сути, это, в общем-то, скорее научно-популярная получается. Тут сложно что-то анализировать. Если анализировать Причвина, надо, допустим, анализировать с биологической точки зрения, а не социально. Но в то же время сам Причвин считал своей главной книгой дневники. И вот дневники, как раз там много чего социального. И дневники Причвина я читал, особенно за 17-й год и гражданскую войну. И дневники его интересные как раз. Поэтому Причвин считал, что лучше у него книга дневники. И я с этим согласен. То есть, вот из Причвина, если что-то почитать, такое вот, если кто-то не любит про зайцев и как там белка срала с дерева, вот дневники тогда я рекомендую. Вот там, да, про революцию. С 905-го года вел все. Вот из 8 томов полного собрания Причвина 2 тома это дневники. Там много чего есть. Ну там и как бы и Дурнова тоже есть. Но в принципе, вот русская интеллигенция со всеми ее противоречиями в общем-то там в этих дневниках. Ну а эпоху-то он наблюдает и отражает. И реально. Вольшевиков, кстати, вот он терпеть их не мог всю гражданскую. Но он потом надеялся, что он их как-то облагородит. Не знаю, как рассказы о том, как муравьи ебутся, как эти рассказы могут облагородить большевиков, я не знаю. Ну вот. Как-то так себя оправдывал он это. Увлекался он довольно много фотографий и он пытался, в принципе, понимал, что да, будет эволюция комиксам. Пытался сделать свои книги о природе как комиксы с собственными фотографиями. Но в основном не вышло. Хотя камеру ему дали, он там делал путешествия с фотографиями. В принципе, тревел. Вот то, что сейчас вот эти всякие записки путешественников. Но вот тогда телевидения не было. И он ездил и рассказывал. Конечно, с фотографиями лучше, но у него не всегда получалось. И многие фотографии не опубликованы. Пришвина там, видимо, что-то там отражали, что нельзя было фотографировать при советской власти 2000 не опубликованных фотографий после жизни уже. После смерти вдова опубликовала. Награды у него есть. В 43-м году ему дали Орден Трудового Красного Знамени. Потом знак почета есть. Школа имени Пришвина, где он учился. Улицы Пришвина в разных городах есть мыс Пришвина на Курильской гряде. То есть, в общем-то, его помнят как такой писателя с средней руки. Но из произведений можно еще остановиться на сказке последней, которую он писал «Кладовое солнце» и «Корабельная чаша». Чаще. «Кладовое солнце» он написал «Сказка-быль», но это, в принципе, повесть. Но, в общем-то, все равно, хоть отчитается лучшее произведение «Кладовое солнце», она иллюстрирует мелкотемье Пришвина. Сюжет такой, что брат и сестра пошли в лес за клюквой, и там подробно описывается, как там, что на болоте происходит, какой-то там мох, кочки там и все такое. Потом, в результате, мальчик чуть не тонет в болоте и спасает его охотничья собака. Вот это крупнейшее произведение Пришвина. Дети пошли в лес, утонули, и собака их спасла. Вот все. Пришвин максимум вот этому мог водить, короче, при большевиках. Ну так вот, повесть считается самое крутое произведение Пришвина и входила при советской власти в обязательную школьную программу. Честно говоря, когда я был пионером, мне не нравилось тоже Пришвин, он был нудный, глупый и писал про что-то такое. Ну, либо я это знаю, потому что я сам на болоте вырос, да, и мне это неинтересно. Вот, либо еще нибудь там пишет про то, что я не знаю, но это какая-то фигня, которая мне не нужна. То есть, если он пишет про природу, которая мне нужна, то я и про нее лучше Пришвина знаю, про болото, допустим. А если он пишет про каких-то там птичек, так они мне не нужны. Примерно так я его воспринимал в пионерском возрасте. Конечно, он был скучный, потому что он был ненужный. А сказочные все эти моменты подростками воспринимаются как инфантильные, что-то там пытаются сюсюкать с ними, а подростки как раз хотят взрослую жизнь освоить, да, во все ее сложности, а не сказки читать. В общем, сказки казались надуманными и чересчур дидактичными. Казки должны быть веселые, как проэлектроника, а не такие, как у Пришвина. Ну, Пришвин этой вещью гордился. В частности, он писал в 1946 году. В этой сказке жизнь болота с его зверями и птицами описана с точностью естества испытателя и в то же время в совершенно сказочном преображении. Ну, вот о чем природе писать вот такими пафосными словами, как Пришвин? Природа, она груба, про нее действительно матергами надо говорить. Ну, что, я вот сам в деревне вырос, идут коровы, срут, суки, на дороге, блядь, выходит скотник, покрывает их матом, и вот такова жизнь природы. И что-то тут писать какими-то сказочными словами, там, что-то там солнышко взошло, там, белочка блеванула и так далее, как там Пришвин пишет. Ну, и всяческие критики тоже хвалили, говорили, что тут изображение природы, отталкиваясь от символизма, сходится со смелым реализмом и так далее. Ну, и критики, да, хвалили тоже какая-то вот сказка о духотворении природы и так далее. Пришвин, хотя на самом деле это скорее популярное произведение, скорее научно-популярное, да, про болото, Пришвин также выдавал его за сказку и тоже это подчеркивал. Вот, допустим, Пришвин о Кладовой солнце. Меня увлекало при создании этой вещи создание правдивой сказки народной в существе своем, но без традиционного народного мифа и как фольклор, интересный для всех возрастов, стариков и молодых. В моем понимании сказка была как связь между поколениями. В молодости на севере на меня огромное влияние оказали сказки, которые я записывал там, и в старости мне самому захотелось рискнуть попробовать выступить на конкурсе с казителем. Короче, а в старости я выжил из ума и начал писать детские сказки. Я так эту всю речь понимаю. Ну, поскольку сталинская вот такая культура вся такая надуманная, это там прижилось, эту самую Кладовую Солнце везде печатали и фильм делали. И, кстати, Пришвин работал над сценарием и фильм этот сняли. Лев Кассиль поддержал, которым я тоже скоро сделаю клип. Современный литератор это говорит, что в принципе тут не сказка. Он использует отдельные принципы волшебной сказки, но на самом деле это не в полной степени сказка, он какие-то просто символику отдельную сказочную берет. Сам Пришвингово считал, что у него тут смесь символизма и реализма как он выражался. То есть смесь сказки с научно-популярным. Ну, насколько у него это вот единство реализма и символизма получилось, я не знаю, мне не нравится произведение, может кому-то нравится, пожалуйста, рассказывайте, это дело индивидуальное. По-моему, ни то ни сё уже, если писать реализм, но надо писать как Эмиль Золя, чтобы было грубо и жестко. Если писать символизм, а что там, какой там символизм, потонули в болоте, ёб твою мать. Корабельная чаща, это продолжение, вроде как колдовое солнце, там опять эти самые дети, но они после войны, то есть он пытался войну отразить, они путешествуют, Настя и Митраша, по рекам и лесам русского севера в поисках отца, который погиб на войне. Вот, они там находят в лесах коми корабельную чашу, которая состоит из вечных, из старых деревьев и спасают её от вырубки. Вот такая вот тоже легенда. Вот он всё-таки южный, я думаю, что нашего севера не понимает. Он пишет всё время о севере, где вот я как раз из северной культуры сибирской происхожу. Север довольно такой грубый, жёсткий и не так о нём надо писать. Вот он пишет о севере как-то приторно по-южному. Писал бы тогда про свой елец, ей-богу, южный. Вот это в целом мне поэтому пришло не нравится. Но дневники, надо отметить, что хорошие, достаточно честные, хоть он там тоже путанный, там иногда пафосный, часто сам себя оправдывает, но тем не менее виден живой человек, видна эпоха, поэтому дневники у него лучше этих всех дебильных сказок, которые я, честно говоря, не перевариваю.